всем привет спасибо что подключились и сегодня у нас будет интересный доклад меня зовут зайцев андрей со мной вместе в студии мой коллега анатолий гусев и он расскажет нам про конфигурацию приложения привет толя привет мне вот интересно как же ты дошел до этой темы предысторию такую краткую ну так как то получилось что этот доклад это примерно полгода разработки подобной системы на большом проекте сразу оговорюсь что это не ростора предыдущие как бы приложение над которыми работал вот и пока мы делали эту штуку появилось довольно много всяких штук про которые можно рассказать вот приемов трюков всего такого звучит интересно а я напомню что во время доклада вы можете задавать свои вопросы задавайте вопросы в чате а мы я думаю уже перейдем к самому докладу погнали так всех еще раз приветствую сегодня я хочу рассказать о том как задизайнить какую-то систему холодных конфигураций android приложения с использованием днк прокси рефлексии и других таких вещей о чем мы будем конкретно сегодня говорить во первых расскажу зачем нужна система конфигов как таковая в приложении потом поговорим о проблемах конфигов в многомодульном проекте и немного о том как с этим бороться поняв проблематику мы можем построить какую-то базу для системы конфигов который бы решал эти проблемы и когда мы подготовим эту базу то на ее основе сможем сделать во первых экран конфигурации для дебажных сборок чтобы можно было с нашим холодным конфигом в отладочных приложениях удобно работать и научимся работать с этой системой конфигов в рамках и тестов чтобы при написании и тестов нам тоже было сухо и комфортно итак начнем для начала немного еще контекста приложение для которого все это делалось оно было достаточно большое у нас было много фич много бизнес логики соответственно и команда достаточно широкая много фич команд которые работают параллельно соответственно из размеров проекта он был разбит на фич модули при этом модель многомодульности была использована с разделением на api и импл в api модулях мы хранили какой-то очень узкий набор интерфейсов с помощью которого вызывающий код может взаимодействовать с конкретной фичой а в имплементейших модулях соответственно всю логику реализацию яичек и все такое ну и были классические правила зависимости между модулями когда имплементейшн модули друг от друга ни при каких обстоятельствах зависеть не должны и вот для такого приложения нам понадобились именно холодные конфиги которые не ходят в сеть просто конфигурируются при старте приложения зачем первое это нам нужны холодные тоглы мы хотим работать по tbd максимально быстро вливая изменения в деф-ветку и при этом не доделанную фичу мы закрываем холодным тоглом который у нас существует до тех пор пока разработка фичи не закончилась вторая причина это возможность задавать интервалы и длительность фоновых процессов у нас в приложении было достаточно много каких-то фоновых задач которые стартуют там условно раз в 24 часа или раз в неделю синхронизируют какие-нибудь ресурсы и снова засыпают для того чтобы комфортно тестировать такие вещи хотелось бы на дебажных сборках иметь возможность задать интервалы работы такого воркера и длительность и другие параметры чтобы там условный тестировщик или разработчик не ждал н часов пока таск отработает и при этом чтобы не нужно было каждый раз лезть в код и вручную хардкодить какие-то значения и третья причина это возможность с помощью конфига задавать отдельные хосты с которыми работают какие-то конкретные фичи и при том у нас бывает что версия несколько версий сервиса бека которые работают с конкретной фичой и между ними в процессе разработки тестирования хотелось бы иметь возможность переключаться в общем такие цели теперь поговорим как обычно а нет секундочку еще у нас есть дополнительные требования первое и достаточно важное это простота и удобство работы с конфигами чем меньшим разработчик тратит времени и сил для того чтобы конфиг добавить удалить изменить тем для нас лучше вот ну и про редактирование конфигов на отладочном экране я уже сказал это актуально не только для каких-то интервалов но и в принципе для абсолютно любого поля конфигурации который у нас существует хотелось бы все иметь возможность руками на дебажной сборке подредактировать и вот с такими требованиями мы приступили теперь немного о том как обычно решают такие проблемы многомодульных проектах я видел не один и даже не два проекта где так делали что происходит выделяется какой-то отдельный грейдл модуль для абсолютно всех конфигов и потребители другие фичи получают конфиг из какой-то единой сущности а соответственно провайдер этой сущности у нас и находится в модуле с конфигурацией выглядит такая сущность может например так то есть какой-то дата класс configuration где перечислены абсолютно все поля которые конфигурируются извне для приложения у этого подхода есть некоторые проблемы и сейчас я про них немного расскажу первая проблема у нас утекает бизнесовый контекст потому что получается что у нас фича зависит от какого-то служебного модуля который знает ее бизнесовый контекст это происходит в нейминге полей конфига в смысле его значение этих полей вторая проблема так как у нас все конфиги собраны в одном дата классе мы получаем межконфликты когда несколько команд одновременно начинают работать с новыми фичами или удаляют тогглы в общем достаточно велика вероятность что в рамках этого дата класса на межреквестах они обязательно законфликтятся да такие конфликты они простые разрешать их несложно но они будут происходить достаточно часто чтобы это было неприятно при разработке и последняя проблема это та легкость с которой можно оставить какие-то старые поля конфига потому что у нас получается что фича зависит от системы конфигов и соответственно когда у нас фича удаляется api импл модули то модуль конфигов об этом ничего не знает если разработчик руками специально не проверил что какие-то поля конфига стали неактуальны то нам абсолютно ничего не подскажет о том что у нас появился мертвый код в проекте а если внимательно посмотреть на эти три проблемы то кажется что если мы будем действовать в идеологии многомодульного проекта с разделением по api и импл модулям то мы можем легко взять и решить эти проблемы для этого нам достаточно будет выделить интерфейс конфигурации конкретной фичи и поместить этот интерфейс в фича модуль в api модуль этой фичи и казалось бы все классно но к сожалению когда мы так сделаем мы выясняем что у нас проблем то еще немного добавилось да старые решили но новые получили какие именно первое у нас становится больше кода при том прям неприятно больше у нас появился интерфейс конфигурации фичи соответственно у него должна быть какая-то реализация так как у нас конфигурируется приложение в релизе и в дебаге и скорее всего мы хотим чтобы в релизе и в дебаге конфигурация была разной соответственно этих реализаций должно быть две которые проинициализированы разными значениями полей и как мы как бы мы не крутились у нас все равно будет две сущности это либо две реализации интерфейса либо универсальной реализации какая-то фабрика которая умеет правильно инициализировать поля это первая проблема вторая проблема становится непонятно куда поместить дебажную реализацию я бы даже сказал что это не проблема а дилемма потому что все варианты которые мы видим они не очень почему в процессе работы на системы конфига мы ставили себе одну из задач максимально хорошо разделить релизную конфигурацию и дебажные таким образом чтобы у нас были гарантии желательно прям на уровне системы сборки о том что конфиги они протекут друг в друга то есть релизные конфиги не попадут в дебажные сборки дебажные конфиги не попадут в релизные соответственно чтобы получить положить куда-то правильно дебажную реализацию у нас есть два пути мы можем implementation модуль разделить по билд-тайпам и в релиз и в дебаг положить соответствующие реализации но мы работаем в огромном многомодульном проекте если мы так будем делать то у нас просядет скорость сборки при том весьма существенно любое добавление флаворов билт-тайпов в implementation модули ударит по скорости сборки второй вариант это сделать отдельный грейдл модуль который мы будем подключать в дебаге и в него положить собственно грейдебажную реализацию конфига уже лучше но у нас еще больше добавляется буллер плейд потому что нам надо заводить отдельный модуль еще и этот модуль он он будет маленький под один файл и нам для каждой фичи которая вообще имеет конфигурацию надо будет так сделать в общем и то и другое такое себе а теперь мы будем вот эти вот проблемы постепенно решать используя разные инструменты и первое что мы чем мы воспользуемся это механизм dynamic proxy dynamic proxy это механизм из java который умеет создавать инстанс по переданному набору типов то есть мы можем сказать ему что нам нужна реализация такого-то набора интерфейсов он нам вернет прокси инстанс который реализует эти интерфейсы с помощью dynamic proxy мы сможем избавиться от релизной реализации конфига потому что она в большинстве своем очень простая к слову сказать примерно таким образом на движке dynamic proxy работает ретрофит у нас остается один незакрытый вопрос по поводу dynamic proxy а именно откуда мы будем брать релизные значения полей мы будем брать из специальных аннотаций которыми которые будем представлять над полями конфига почему так сделано исходя из требований что нам надо максимально разделить релизную и дебажную конфигурацию если бы у нас этого требования не было мы могли бы сделать как-нибудь проще допустим использовать значение полей интерфейсов по умолчанию или еще как то то есть тут есть место где срезать углы если у вас требования не такие жесткие вот пример конфига фичи максимально простой у нас есть какой-то hello world мы хотим его в интерпрайз стиле гибко конфигурировать в релизе и в дебаге и соответственно у нас есть тут одно поле это target стринга аннотация над этим полем показывает что в релизной сборки это поле должно всегда возвращать строчку world также можно заметить что мы этот конфиг обязательно наследуем от маркерного интерфейса config marker это именно маркерный интерфейс у него нет никаких методов ничего такого он нужен нам для того чтобы система которая возвращает нам была как-то в типах ограничена чтобы нельзя было использовать для того чтобы инстанцировать все что угодно теперь посмотрим на интерфейс самого провайдера конфигов по большому счету этот интерфейс нам диктует то как устроен dynamic proxy у нас есть метод get который мы отдаем тип интерфейса конфига а возвращаем собственно говоря инстанцию при этом в дебаге и в релизе это будет происходить по-разному но мы сейчас разбираемся с тем как у нас будет все работать именно в релизной сборке посмотрим на реализацию провайдера конфигов она достаточно простая первое что нам нужно получить это массив всех типов которые должна реализовывать прокси который мы запрашиваем у dynamic proxy второй интерфейс это инвокейшн хендлер инвокейшн хендлер это по сути класс который сделает за нас абсолютно всю работу каждый раз когда к нашей прокси будет кто-то обращаться вызывать ее методы поля а или еще что то такое все эти вызовы будет на самом деле обрабатывать именно прокси инвокейшн хендлер ну и кроме того там надо будет еще передать класс loader но это неинтересно потому что с ним ничего не надо делать как устроен сам инвокейшн хендлер в нашем случае дело в том что все что нужно нам сделать в инвокейшн хендлере это понять что произошло обращение к полю к полю которая помечена аннотацией и если это так то вытянуть из аннотации релизное значение и вернуть его в методе инвок случае если у нас поле не помечено аннотации мы можем со спокойной совестью упасть цена для цели гал стоит эксепшеном потому что конфиг не аннотированные недопустимы в нашей системе и так вот сейчас мы подготовили все для того чтобы у нас в релизе уже все заработало осталось только разобраться с тем как у нас будут работать дебажные сборки с дебажными сборками как мы помним у нас есть некоторая проблема с тем куда собственно говоря дебажные реализации положить и какой-то минимально удобоваримый компромисс который удалось найти это сделать отдельный грейдл модуль который будет подключаться только в дебаге но при этом он будет всегда содержать абсолютно все дебажные конфиги которые необходимы для работы приложения таким образом мы не привносим слишком много болер плейта и в то же время у нас будет модуль в который можно уложить все дебажные реализации таким образом чтобы они не попали в релизную сборку сами дебажные конфиги у нас будут писаться руками мы просто наследуемся от интерфейса конфига фичи и для дебага проставляем какое-то дефолтное значение для поля это скажем так у нас будет дефолтный пресет конфигов которые проинициализированы тем что мы прописали руками когда писали дебажные классы возникает еще один вопрос а как мы будем в дебаге вообще содержать как бы конфиги все где где мы их будем хранить делать мы это будем в in memory кэше это будет простая мапка у которой в качестве ключа мы будем использовать тип интерфейса конфига а в качестве значения собственно говоря инстанцию с дебажной реализацией таким образом у нас достаточно легко будет поддержать метод get и в принципе проводить эти конфиг точно так же как и релизные когда мы таким образом устроим хранилище конфигов его надо как-то проинициализировать проинициализировать его нужно в самый самый ранний момент старта приложения в этот момент нужно будет инстанцировать все дебажные конфиги положить их в мап и засытить в хранилище in memory этого в принципе достаточно чтобы у нас минимально в дебаге тоже система начала работать таким образом у нас готова какая-то реализация для релиза какая-то реализация для дебагажной сборки и на этой базе мы уже можем делать что-то более более сложное например отладочный экран чтобы сделать отладочный экран нам надо научиться некоторым новым вещам первое это нужно хранить локальные изменения и нам нужно иметь дефолтные пресеты конфигов но о том что они нам в дебажной сборке необходимы мы уже выяснили еще на предыдущем этапе кроме того мы хотим чтобы при добавлении или удалении нового конфига у нас вообще не не нужно было вносить изменений в юай дебажного экрана поэтому мы будем широко использовать рефлексию для того чтобы наш дебажный экран умел сам получать из списка конфигов свой скрин стейт а теперь более подробно о том как это будет происходить во первых мы хотим получить юайчик вот такого вида то есть у нас будет список конфигов его элементы будут раскрываться и внутри мы будем видеть все поля конфига его значения и все эти значения будут доступны к редактированию цель примерно такая при этом договоримся чтобы не иметь каких-то проблем с консистентностью состояния отредактированные значения не будут немедленно применяться они будут применяться только после того как будет нажата кнопка save and restart соответственно мы будем эти изменения как-то запоминать и после этого перестартовать приложение уже с новой конфигурации таким образом мы значительно как бы упростим себе задачу по поддержанию консистентности настроек чтобы отрисовать список конфигов большому счету все что нам нужно это взять полный список конфигов и конвертировать его в какой-то скрин стейт потому что мы будем это делать в мввм стиле но с централизованным стоит ну например по большому счету в дебажной сборке у нас уже полный список конфигов есть достаточно его вернуть и научиться генерировать на его основе какой-то скрин стейт с которым нам будет удобно работать маппинг скрин стейт конкретного конфига будет выглядеть примерно так все что нам нужно сделать здесь это взять конфиг и с помощью рефлексии вернуть список его properties а после чего на основе каждой properties сгенерировать какой-то стейт отдельный property он будет очень простой поэтому на слайде самого стейта нет есть только метод который замапит конкретный property в его модельку по сути там будет три поля имя property значение и полное имя полное имя нам понадобится в дальнейшем потому что нам иногда необходимо будет точно идентифицировать property поэтому полное имя мы будем строить таким образом будем брать full qualified name класса конфига и добавлять к нему имя property таким образом мы сможем среди всех конфигов всегда однозначно идентифицировать каждую property после того как мы научились распускать список конфигов на какой-то скрин стейт и рисовать его так как нам удобно кто-то там с композом это может сделать на вьюхах еще как-то не важно следующее что нам необходимо сделать это начать их редактировать для этого нам надо договориться как мы будем вообще отредактированные изменения хранить в нашем случае будем хранить в преференсах соответственно хранить мы будем их как пару ключ значения и при этом для хранения мы будем брать только отредактированные поля это достаточно важный момент почему это должно помогать разработчику в каких-то очень сложных случаях восстановить стоит приложение ну грубо говоря разработчик как-то сконфигурировал приложение перезагрузил его оно начало падать с каким-нибудь невнятным стек трейсом соответственно в девайс эксплуорере можно посмотреть преференсы и увидеть все поля которые отличаются от дефолтных таким образом быстро понимать стоит всего приложения на основе холодных во всяком случае настроек итак чтобы у нас получить список измененных полей все что нам нужно это взять какой-то сет дефолтных конфигов это по сути список всех 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 дефолтных конфигов с их значениями и у нас есть второй список это screen state в котором тоже перечислены все конфиги все их property и когда юзер взаимодействует с экраном он фактически редактирует screen state поэтому нам достаточно эти два списка сравнить и вот именно div их разницу записать в преференсы уже как бы оговоренным образом но этого недостаточно естественно чтобы у нас конфигурация начала применяться нам нужно уже на старте приложения не какой-то дефолтный пресет конфигов устанавливать в наш кэш а брать этот сет дефолтных конфигов и подмешивать в него измененные значения полей которые были отредактированы на экране и вот после того как это сделано мы можем уже стартовать приложение с готовым сетом конфигов которые поддерживают те изменения которые были отредактированы применение будет выглядеть вот примерно так прием абсолютно тот же мы с помощью рефлексии у конфига дефолтного получаем все поля и потом эти поля обходим один за одним каждый раз заглядывая в отдельную мапу где у нас лежат все измененные поля и их значения и соответственно если измененное поле в этой мапе есть то мы берем и с помощью рефлексии присваиваем новое отредактированное значение после того как мы с помощью метода apply to config обойдем все дефолтные конфиги мы можем эти эту мапу с конфигами сетить во внутреннее хранилище и продолжать старт приложения вот у нас еще могут быть некоторые проблемы на этапе инициализации связанные с тем что мы никогда точно не знаем в какой момент нам понадобится какой-нибудь поле из конфигурации это может произойти достаточно рано особенно если мы хотим инициализировать приложение быстро и какую-то часть инициализации выносить в побочные потоки чтобы на дебажной сборке все это работало без проблем можно сделать еще такую штуку у нас есть прекрасная библиотека android x startup которая позволяет писать инициализаторы которые стартуют до старта самого приложения то есть когда еще app-класс не был поднят и в таком инициализаторе мы вполне можем инициализировать и наши системы конфигов благодаря тому что библиотека построена достаточно удобно мы можем даже составлять цепочки этих инициализаторов то есть если у нас есть еще что то что нужно инициализировать до старта app то мы можем сначала инициализировать конфиги а потом все остальное например соответственно все подробности инициализации конфигов на слайде я спрятал в use case который запускается прямо в oncreate уже собственно после того как мы инжектнули зависимости но тут есть один нюанс если мы делаем все в инициализаторе то у нас могут разъезжается граф зависимости приложения и инициализатора потому что граф зависимости приложения по сути еще не построен потому что app не поднялось обычно именно в app он инициализируется а как тут быть на самом деле единственная сущность в графе зависимости которую нам надо пошарить между инициализатором и основным приложением это наше локальное хранилище конфигов поэтому проще всего будет сделать ее синглтоном и соответственно работать и в инициализаторе и во время работы основного приложения только с ней вот и того у нас готово все для дебажной сборки до этого мы подготовили все для релизной сборки и теперь мы можем со спокойной душой посмотреть насколько вообще сложно нам стало в нашей системе добавлять новые конфиг вот пробежимся кратенько по этому процессу первое что нужно сделать это в api модуль в фичи которую мы собираемся конфигурировать нужно добавить интерфейс выглядит это будет ну опять же вот так у нас какой-то конфиг для hello world снова после этого нам необходимо написать дебажную реализацию этого конфига и соответственно проинициализировать его поля значениями которые нам нужны на дебажной сборке в данном случае в дебажной сборке будем не hello world делать а hello test и последнее что нам необходимо это в сет всех точнее в мапу со всеми-всеми конфигами которые существуют в дебажной сборке надо будет добавить наш конфиг ну опять же по по старой схеме когда мы в качестве ключа используем класс тип интерфейса конфига а в качестве значения дебажную его реализацию ну и в общем целом этого достаточно теперь у нас конфиг будет подхвачен всем приложением он будет работать и в релизе и в дебаге и при этом останется доступным к редактированию на дебажном скрине вот чтобы им воспользоваться достаточно обратиться к провайдеру конфигов передать ему тоже тип интерфейса конфига который мы хотим использовать и получить его и собственно говоря уже проверять его поля триггерить какую-то логику и заниматься всем таким так ну и естественно провайдер конфига в зависимости от сборки будет работать по-разному вот с этим мы покончили теперь еще немного расскажу о том как мы будем работать с такой системой конфигов в рамках UI тестов ну во первых так как мы уже начали шарить конфиги в дебажной сборке через статику мы продолжим и в UI тестах это делать это такой самый прямой простой способ но в принципе транспорт которым передается передаются конфиги из UI тестов в приложении не так важен можно хоть контенту в бандл прицепить и второе о чем мы в общем и целом сейчас и будем говорить это для удобства мы добавим какой-то компактный DSL чтобы большие конфиги можно было не полностью пересоздавать в UI тестах а указывать конкретный конфиг конкретное поле и то значение которое в рамках UI теста нам необходимо задавать DSL мы хотим какой-то вот такой то есть перед стартом UI теста мы хотим с помощью такого компактного DSL иметь возможность отредактировать конфиг ну допустим у нас есть какая-то прекрасная фича по рекламе новых книжек команда ее уже начала писать но еще не закончила поэтому холодный тоггл у нас закрыт а нам бы хотелось параллельно еще и писать UI тесты на эту фичу потому что часть интерфейса уже готова и мы можем с ним работать соответственно и тесты на него уже можно написать вот прямо сейчас не дожидаясь пока мы откроем холодный тоггл поэтому было бы классно в UI тестах уметь и возможность эти самые холодные тогглы открывать вот примерно как здесь у нас в промо конфиге есть поле enabled и мы хотим чтобы в рамках UI теста при запуске это поле всегда возвращало true а не false как это по дефолту а теперь мы посмотрим как вообще этот DSL устроен внутри для начала нам понадобится наш старый знакомый это опять dynamic proxy и в этот раз мы с помощью proxy будем делать все немного проще теперь proxy instance config все что должен делать это при обращении к абсолютно любому полю кинуть специальное исключение config в котором внутри будет завернуто имя поля к которому сейчас в рамках DSL произошло обращение соответственно внутри редактора конфигов мы будем ловить это исключение и таким образом понимать что сейчас идет редактирование именно этого поля как это происходит у нас есть филд editor и у него есть метод он именно внутри лямбды которую принимает этот метод мы в контексте config можем обращаться к его любым полям и как только мы выполняем это внутри мы запускаем лямбду и ждем когда у нас будет выброшены exception если exception выброшен значит все идет по плану если вдруг почему-то exception не был выброшен мы кидаем свой exception о том что ни одна property в рамках блока он не была вызвана соответственно когда мы поймали exception мы можем запомнить что вот к этому полю сейчас произошло обращение и делегировать получение нового значения для этого поля специальному внутреннему редактору config value editor каким образом это происходит у нас есть field value editor который имеет единственную инфиксную функцию returns и она в рамках своим аргументом получает как раз таки значение поля которое должно возвращаться благодаря тому что сам value editor это вложенный класс в field editor он имеет доступ в том числе и к его структуре в которой хранятся все отредактированные поля и их значения соответственно может прямо значение отредактированного поля засетить по большому счету этого уже достаточно мы теперь можем при обращении к какому-то конкретному полю запоминать что именно это поле было отредактировано и запоминать результат редактирования соответственно чтобы с эдиторами работать нам нужна какая-то сущность сверху это редактор самого конфига у него есть вот как раз таки метод edit который первым аргументом получает тип конфига с которым мы работаем именно типа конфига у нас строится контексты как field editor так и внутри него контекст метода он опять же мы edit вызываем и после того как лямбда отработала мы можем у field editor забрать отредактированные поля и запомнить запомнить их секундочку еще таким образом на самом деле у нас есть почти все чтобы получить все отредактированные в рамках UI теста поля а это значит что задача по сути сводится к задаче которую мы решали при применении изменений на дебажном экране то есть у нас есть список полей которые были отредактированы в рамках UI теста и у нас естественно есть список всех дефолтных значений всех дефолтных конфигов их полей значений которые существуют в дебажной сборке нам остается их тем или иным способом смержить и применить конфигурации дебажной сборки UI теста мы гоняем только на дебаге поэтому для нас это вообще никаких проблем не несет вот соответственно мерж этих значений можно опустить потому что в целом будет аналогичен тому что происходило с списком отредактированных полей на дебажном экране принцип тот же самый в общих чертах про UI тест я закончил теперь можно подвести некоторые итоги что мы получили в виде профита во первых простое добавление конфига ну по отношению к тем фичам которые у нас есть мы всего в три шага добавляем конфиг притом у нас и редактируемый и на дебажном экране мы можем с ним работать и в UI тестах и все прекрасно вторая штука это это у нас невозможно забыть остатки устаревшего конфига а почему потому что мы абсолютно везде где работаем с конфигом завязываемся именно на его интерфейс соответственно если интерфейс будет удален какие-то его поля будут удалены или изменены у нас либо приложение либо сборка для UI тестов что-нибудь да не соберется и мы максимально быстро еще в компайл тайме поймем что мы что-то забыли поправить после того как изменили конфиг или удалили фичу это достаточно приятно вот и конфиг подхватывается дебажным экраном никаких дополнительных телодвижений для этого делать не нужно вот мы за это заплатили ну возможно некоторыми опасностями того что не будут проаннотированы поля но так как сами конфиги чрезвычайно просты очень сложно пропустить эту ошибку так ну на этом у меня по сути все спасибо большое за внимание я готов отвечать на вопросы так активности в чате что-то у нас маловато видимо люди немножечко так прибиты сложностью доклада потому что мне показалось очень хардкорно очень много кода и тяжело достаточно сходу это воспринять вот но решение такое очень интересно необычное и прикольно на самом деле не часто видишь использование динамик прокси в реальном проекте и вот ты много говорил о том что разделить дебажную сборку релизную сборку то есть максимально и никакой код не должен пересекаться но у нас появляется еще один вопрос вот у нас есть допустим приложение кнопочка какая-то которая должна отобразить этот дебаж на экран и получается что мы где-то у себя на экране делаем эту кнопку и все равно мы какую-то какую-то фичу получается зависим то есть как разделить еще и это да это на самом деле хороший вопрос то есть по хорошему нам нужна какая-то точка входа в приложение но при этом в идеале сам дебажный экран не должен быть влинкован в сборку никаким образом и так можно сделать например можно дебажный экран отображать в отдельной активити и эту активити из основного приложения запускать неявным интентом таким образом мы полностью избавимся от необходимости зависеть кому-то от дебажного модуля единственное там надо быть достаточно осторожным с этой историей потому что надо проверять что пакет именно дебажный чтобы эту кнопочку скрывать и показывать в правильное время а у нас появились вопросы из чата елена спрашивает почему нельзя использовать обычные классы для релизного конфига почему делаем это именно аннотациями почему бы не сделать просто выставить значения потому что мы не хотим чтобы у интерфейса была дополнительная реализация в принципе смысл использования динамик прокси именно в том чтобы класс руками не писать чтобы он был за нас генерирован механизмом из джавы как раз таки динамик прокси мне еще показалось это защищает нас немножко от того что мы не мы не сможем протянуть релизные значения в дебаг просто потому что у нас их нет они где-то в аннотации у нас их просто нет да по большому счету они в аннотации остаются но при этом у нас в дебаге нету механизма который из аннотации способен вытянуть эти значения и куда-то их там применить у нас еще следующий вопрос дмитрий спасибо почему бы в тестах просто не использовать мог а конфиги распространять через di дело в том что нам нужно конфиги инициализировать еще раньше старт приложения то есть у нас были проблемы с тем чтобы шарить сущности между di даже при старте дебажной сборки если мы там хотим что-то инициализировать в других потоках ну и плюс моки сущности для тестов мы в принципе стараемся по возможности избегать то есть не писать моковые реализации каких-то классов из приложения а на UI тестах максимально как бы аутентичную сборку тестировать так у меня тоже у самого есть еще несколько вопросов и один из вот таких наверное креугольных вопросов а где-то можно посмотреть цельный код этого решения потому что тяжело достаточно отслеживать и хотелось бы увидеть это в реале ну вот к сожалению к сегодняшнему числу я не успел подготовить сэмпл вот но он в работе я надеюсь что до конца конференции я в чатике скину ссылку на гитхаб где можно посмотреть в общих чертах как это работает на реальном приложении маленьком а вот вообще насколько сложно внедрить подобную систему у себя то есть там можно будет взять это решение из чата и там чуть-чуть подшаманить и все будет работать или там придется много писать самому зависит от контекста ну если брать какие-то куски из сэмпла то можно достаточно быстро их адаптировать вот по большому счету это очень сильно завязано на то какой у вас проект какая архитектура как само приложение сейчас конфигурируется есть ли у него вообще конфиг или нет надо будет там все переделывать или нет очень много неизвестных а будет там сразу дебажный экран чтобы можно было его тоже использовать да будет ну собственно говоря вот примерно таким образом как на слайдах это хорошо и у меня еще один тоже вопрос интересный получается динамик прокси ну вот я уже по-моему говорил это штука которую я редко вижу вообще мало кто ее использует крутая очень фича вот и хотелось бы видеть наверное больше реализации каких-то клевых штук с ней но из того что я могу припомнить это вот ретрофит собственно да и все вот кстати если кто-то помнит еще какие-то интересные реализации можете написать чатик может быть успеем их обсудить вот но насколько я понимаю динамик прокси не работает в кмм то есть если например мы захотим наш проект сделать мультиплатформой то это нам не подойдет может быть можно какое-то как-то это обойти как думаешь ну тут да появится больше сложностей мы там допустим на андроиде можем продолжать использовать динамик прокси а на и оси нам нужно будет что-то взамен и ну как я это вижу можно там что-нибудь с рефлексией наверное придумать вот либо написать свою кодогенерацию но и то и другое конечно сложность решения сильно увеличивает потому что дайными прокси для релиза нам очень сильно сокращает объем работы по сути мы для того чтобы получить прокси инстанс вызываем один метод там с пары параметров у нас вообще все классно вот в тех системах где этого нет нам придется сделать намного больше всех этих вещей руками ну и соответственно разделить эти реализации там платформа зависимыми ими их сделать это очень сильно добавит работу на мой взгляд но теоретически можно даже вообще появилась такая мысль очень не хватает динамик прокси фичи в кмм может быть кто-то меня услышит и добавит эту штуку на самом деле прикольно я вот думаю о том какая могла быть реализация возможно это можно сделать какой-нибудь плагин для компилятора и делать кодогенерацию интересная тема то ли спасибо за доклад вот и давайте переходить в дискуссионку